Лечебная гимнастика для детей-инвалидов, курсы для слабослышащих, работа с приемными и замещающими семьями, помощь бездомным. Эти и другие проекты некоммерческие организации воплощают жизнь с помощью грантов. В Хабаровске стартовал очередной конкурс, на который НКО могут с сегодняшнего дня подавать свои заявки. Подробности в следующем сюжете. Вот, ну все щели. Все щели откуда возможно, то есть дуть, все подпенивали, вентиляцию всю заклеивали, закрывали. То есть максимально делали так, чтобы в теплый воздух из вагонов не уходил. Константин Витренко показывает помещения, в которых ночуют люди без определенного места жительства. РЖД передала некоммерческой организации железнодорожные вагоны в 2016 году. С тех пор много воды утекло. Ночлежка требует ремонта. Минувший зимой постояльцы это уже ощутили. Я на нижней койке сплю. Мне было холодно. Александр живет на улице с 2018-го. Этой зимой обморозил ноги. Пришлось ампутировать часть ступни. В январе пришел в ночлежку и живет пока здесь. После оформления инвалидности, ну, как бы вот так вот, какие-то будут деньги. И попробовал снимать квартиру. Дмитрий тоже оформляет инвалидность и ждет направления в интернат. Когда-то работал за хорошую зарплату и жил в своей квартире. После болезни оказался на улице. Пришлось идти в ночлежку. Я в основном до инсульта. Я работал сварщиком. У меня работа была вахтовым методом. И меня, как бы, я не задумывался об этом. Я всегда постоянно на вахте. У меня было где пожить. Зимой на нижних полках вагонов температура не поднималась выше плюс 16. На верхних доходило до плюс 21. Это благодаря заклеенным окнам и обогревателям, которые работали круглосуточно. Чтобы утеплить ночлежку, постояльцы обложили вагоны снегом. Вагоны, к сожалению, стареют. Они и так были списанными. Там у них пенопласт, фанера. Начинают подгнивать. Мы их латаем понемногу где-то, подпениваем. Но все равно тепло из них уходит. Приходится стараться больше электричества зимой, чтобы их обогреть до нужной температуры. Отремонтировать ночлежку планируют с помощью муниципального гранта. В этом году НКО могут получить до 500 тысяч рублей на социально значимый проект. Заявки на конкурс можно подавать с 23 марта по 21 апреля. В этом году субсидия составляет более 4 миллионов. Она на условиях софинансирования. 3,5 миллиона – это городской бюджет, администрации города. Чуть больше, чем 500 тысяч – это кровая субсидия в поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций. В «Милосердии» говорят, что на полмиллиона рублей можно закупить строительные материалы – полистирол, фанеру и краску. Вагоны раскрасят в цвета российского флага. Все работы сделают своими силами. Наталья Чернышева и Андрей Терехин. Смотри Хабаровск.